Мы сегодня собираемся отвезти Эммочку к классному доктору. Какое-то время назад, несколько месяцев назад, мы с Эммой там уже были, я одна с ней ездила, и это был такой ужасный день, такая ужасная поездка, потому что Эмма в этот день вела себя из рук вон плохо. С меня там три пота сошло, и были моменты, мне было за неё стыдно. Такое бывает тоже, наверное, у каждого ребёнка такое бывает. Эмма не всегда душка, я это часто говорю. Но обследование показало, что нужно ещё более глубинное обследование, и нам назначили, сделали запись. Вот, сегодня день Х, сегодня собираемся идти. И я Ахмаду поставила условие, что он должен пойти с нами, если хочет, чтобы это было сделано. Потому что сама одна я больше не хочу так мучиться, я не знаю, может, овчинкой выделки не стоит. Самое ужасное в этот день, что нам уже дома заранее надо будет ей три раза капать в глаза капли, которые жгут, которые расширяют зрачок. Я не знаю, как мы её будем говаривать. И после этого долгие глаза чувствительные к свету. Но это ужасно для маленького трёхлетнего ребёнка. Я очень сильно сомневалась, вообще стоит ли это делать, хотя рационально понимаю, что надо. Ну, мне моя интуиция подсказывает, что, пожалуй, ничего страшного с её глазами нет, она хорошо видит. Но, надеюсь, сегодня станет ясно, всё ли хорошо или не всё хорошо, и что-то надо предпринимать. Просто Ахмат волнуется, что он свою болезнь глаз передал ей по наследству. И вот это вот мы хотим выяснить, потому что, если вовремя вмешаться и начать лечение, то можно предотвратить ухудшение зрения. Поэтому мы это всё делаем. Так что вот, сегодня у нас будет приключение. Мы сейчас в кафе мороженое пришли, потому что закончили у врача. Эмма пила какао или хайса шоколада. Эмма заслужила. Она всё сделала как надо, но далеко не сразу. Я вам потом подробно расскажу. В награду мы пришли в кафе мороженое. Наслаждаемся. Но, честно говоря, это было так ужасно, как я себе и представляла. Домой приедем, расскажу поподробнее. Всем привет! Сегодня уже другой день. Хочу рассказать о вчерашних наших приключениях, как всё прошло у глазного врача с Эммочкой. Но для меня это был просто ужастик. Я себе всё так ужасно и представляла. Поэтому я и не хотела проходить через это всё одна. Короче, соль заключается в том, что ребёнку надо было до того, как идти врачу, будучи дома, три раза закапывать глаза лекарством, которое жжёт глазки. Никакой нормальный ребёнок не позволит с собой это делать никому. Откажется, не хочу и всё. Так было с Эммой. И если первый раз она ещё не совсем поняла, что её ждёт, мы как-то легко закапали, то второй и третий это был просто от ас. Она кричала, визжала, закрывала глаза. Нам пришлось вдвоём держать её, капать. Кое-как мы закапали, она так плакала, она обиделась на нас. И мне было очень больно в душе. И как ты всё время думаешь, а надо ли это, вот так мучить ребёнка? Ну, в третий раз она вообще, она была так несогласна. Она уже заранее говорила, что она не хочет, она не будет. Когда время прошло, по определённому плану времени, надо делать 50 минут, 40 и 30 минут до того, как появиться у врача. Вот. И в третий раз это тоже было что-то с чем-то. Визги, как поросёнок, которого просто режут. И она на нас так обиделась. Потом мы кое-как закапали. Кое-как. Она просто зажимала глаза. А открыть пальцем ей глаза так, чтобы не сделать ей больно, это тоже всё не так просто. И, короче, мы кое-как... Не знаю, что наши соседи думали, что у нас тут происходило. Вообще я... Ну, я так и думала, что будет такой ужас. Ну, ладно, это мы сделали. Отпустили её. И она так обиделась. Она так злилась. Она кричала на нас. Она в нас вещи швыряла, игрушки какие-то. Она нас била по очереди, подойдёт к папе, побьёт его ко мне, подойдёт потом. Оставили её одну вот в комнате, чтобы она немножко остыла, так сказать. Она кричит, где мама, где мама? Скорей к маме. Пришла ко мне и давай меня дальше бить. Но она крепко обиделась. Она не могла успокоиться очень долго. Это было для меня ужасно. Минут 15 она... У неё такая истерика была. Она никак не могла успокоиться. Мы уже всяко-разно, что всё позади, и ласково с ней, и терпеливо, и что больше не будет ничего такого, и всё. Ну, она не могла успокоиться. В итоге Ахмад насильно надел на неё куртку, потому что пора было идти. Я тут кофе пью. И только при выходе из дома, когда я ей сказала, что там, если будешь сильно кричать, соседи услышат, им ушки больно, как ты громко кричишь. И тогда она успокоилась уже. На улице она уже не плакала. В машине она сразу уснула. Хотя ехать совсем чуть-чуть. Бедная. Она так упарилась, и я вместе с ней. Ну, ладно. Это мы как-то смогли. Приехали туда. Ждать пришлось недолго. Нас пригласили в кабинет. Эмма вся такая, как сказать, набычная. Она была в плохом настроении. И тут, значит, у них такой стационарный прибор, в который нужно одним, потом другим глазом посмотреть пару секунд буквально. Эмма просто не согласилась это делать. Ее уговаривали, ее подкупали. Чего мы в этот день только не обещали ей. Мы ей столько всего наобещали. И кафе мороженое, и шоколада горы, и вообще много всего. Ой, я сейчас вижу в окне белку, она по забору бежит. Никакие уговоры не помогали, ничего. Тогда врач сказала, что ладно, не будем ее мучить. Идите опять в артецима. Мы пошли туда, немножко расстроились, что все зря. Тогда нас вызвала другая врач, старшая. Она, видно, с детьми очень хорошо умеет обращаться. Мы в прошлый раз у нее тоже были. Она такая очень властная. Вот попробую ее не послушаться. Она очень властная, но видно, что Эмма ее слушается. Тоже было сколько уговоров. Я ей прям вот эти вот шоколадки показывала в пакетике. Вот, давай вот, пусть тебе измерят, ничего не больно, капать ничего не будет. Посмотри в дырочку, и все, я тебе дам. кое-как. Она, когда согласилась, начали это делать, у них, блин, один глаз измерился, другой не измерился. Давай заново. Почему-то они распечатываются. Давай заново. И они так мучили ее, мучили. Она же вроде уже все сделала, что надо. Я уже все, Эмма, ты все получишь, что надо. Давай в последний раз. Просто в этом кабинете прибор уже был такой мобильный, он маленький, такой, как большие очки. Просто подставь туда, что-то измеряется, жужжит, и все. Буквально несколько секунд на каждый глаз. Но несколько секунд для ребенка это долго. Если уговаривали, смотри, там какая-то картинка, что там внутри за картинка, что ты видишь. Но все автоматическое, как бы, просто измерить и все. В итоге не получилось. Она говорит, ой, у нас прибор, наверное, разрядился, зарядка нужна. Отправили нас опять ждать в артецима. Вызывает нас третий врач. Тоже недолго ждали, ну, может, одну минуту. Третий врач уже третьим каким-то другим прибором и фонариком посветила, и вопросы позадавала, и каким-то другим прибором в итоге измерила. Получилось довольно-таки хорошо и сразу. Ну, все, слава Богу. Но в третьем кабинете Эмма уже была в более хорошем настроении, раскрепощенная, как будто ей там нравилась, уже веселенькая, расговаривала с нами. Вот. И что диагноз? Доктор в итоге сказал, что все хорошо. Все хорошо, никаких замечаний. То есть, все это в этот день, по сути, было зря, можно сказать. Как я и предчувствовала, как мне говорила моя интуиция, что никакой проблемы у ребенка нет. Но вот почему я не могу, как сказать, здесь, льюис Эдсен? Потому что какое-то сомнение мне оставалось, а вдруг что-нибудь не так, и из-за меня, из-за того, что я не хочу через эти сложности пройти, у ребенка будет развиваться какая-то болезнь в глазах со временем. Но я ведь чувствовала же, что все хорошо. Вот, девочки, прислушивайтесь к своей женской, к своей материнской интуиции. Хотя, если так посмотреть на это, то, наверное, все-таки это не зря, потому что мы теперь точно знаем, мы точно знаем, что все хорошо. И, главное, Ахмат может успокоиться, потому что насчет глаз переживал он больше всех.